Итак, мы снова врываемся на мегафон Winter Clash. Напомню, что лан-финал этого замечательного ивента пройдет 8-9 числа в Крокос-Сити-Холле. Будет интересно, потому что первая Liquid, команда, которая не выступала еще ни на одном чемпионате полноценно, Virtus.pro, Secret, LGD, PSG, ну или PSG-LGD, соответственно, и команда Forward Gaming. И шестой клан, который мы увидим здесь, будет выбираться среди клоуз-квалификаций. Напомню, только одна команда из тех, что играет сегодня, выйдет в лан-финал. Шестой клан, как ты их назвал. Нам нужны 2DD. Закрываем Winter Clash. Окей. ХМ. 9 из 10. Окей. Что касается первой игры, как тебе вообще? Отлично. Патч? Точно. Бомба. Ты смотришь и реально кайфуешь от него. Ну это пока, а потом ты через год себе скажешь, да ладно. Нет, ну через год. Давай через полгода поговорим. Нет, ну вообще мне пока... Нет, я допускаю, что вот, что в прошлом патче, на самом деле, его в целом можно было не иметь, потому что в мете еще было куда расти. Здесь, мне кажется, вот на год хватит, точно. То есть вот ты будешь играть, 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 все будут думать, а, уже невозможно. А тут раз какая-то команда нащупает ключик, все поменяется, в паблике все изменится. И по новой, вот на новом движении, с новыми механиками, это все будет работать. И добавить новую систему TPC, которая явно стала веселее в разы из-за того, что, соответственно, меньше чемпионатов, больше они значат намного, особенно мейджоры. Миноры, наконец-таки, в которых выступают теперь два команды. Гримстроук! Вот это сейчас будет жестко. Причем напомню, что у Гримстроука его ульта это теперь лишь новая механика. В которой тебе ничего нельзя сделать нормально. Да, ну, вообще, это сочная тема. Луна, та самая пешная луна, которую поднерфили, теперь Lunar Blessing. О, как что? Уносите меня. Приехал просто, край газма, отметяя. Да, я пошел подписываться везде на Винстрайзе, где я еще не подписался. Напомню, что луна, короче, поднерфили ее в B-патче. Lunar Blessing теперь вместо 8, 14, 20, 26 дает шестерку 12, 18, 24. Сейчас вот просто, знаешь, хватит, хватит 5 числа, я гуманитарий. Хорошо, хорошо. Просто скажи, теперь дает меньше статов на 4-м луне прокачки и убрали талант. Да, и талант теперь заменили на Moomest Speed. По-моему, плюс 30. Плюс 30, да. Да, звучит так себе. Ну, для луны, в принципе, если взять то, что еще и теперь все в процентаже, да, работает, то, в принципе, не так плохо. Ну, то есть, я имею в виду. Непонятно. Ну, то есть, знаешь, 14 к статам всей команде? Не-не, ну, понятно, что там вообще не было. Просто у тебя был выбор, по-моему, минус 4. Секунды на бим и 14 статов. Вариатов вообще не было. Потому что один сверххороший, второй неплохой. А теперь у тебя просто два неплохих. Ты не хочешь брать ни тот, ни другой. Ну, то есть, можешь, конечно, что-то взять, но зачастую какой-нибудь, я допускаю, бим просто плюс один левел был бы полезнее. Но, к сожалению, 15 левел тоже значит, что у тебя все вкачано. Да, и придется качать что-то. Придется качать что-то, что-то выбирать, да. Минер, Гримстрок, это игровека. Подожди, подожди, подожди. Давай, как мы в предыдущий раз, объясняешь за то, что поменялось. Давай с Примастера начнем. У него изменился второй спелл. Теперь это не таргетное пиво. Так и пассивка тоже третья изменилась. Теперь она активная. По порядку, понимаешь? У тебя изменился второй спелл. И он теперь вешает облако в область. Все, кто в него попал, получают дебаф, под которым они миссуют, с меньшей процентной, чем раньше. Но с шансом дополнительным еще могут вместо удара ударить себя. Но не летально. Убить себя они этим не могут. Ну, третья вилка, он нажимает баф и начинает его качать из стороны в сторону. Получает плюс муспид и минус муспид. 80% шанс на крит с гигантским множителем. И ходит, разваливает. И наконец-то Брюмастер наливает не только другим. И очевидно, что находясь под облаком, вы можете получить огненный урон. Тем самым продлев длительность дебафа, по-моему, Сайленс еще заедет. И тикающий урон, там чуть не по 60. Цифры мне плохо помню, но допускаю. Что касается, опять же, Брюмика, напомню, что теперь он не только другим наливает, но и себе. И это хорошо. Да, да. Наконец-таки пивная панда довольна. На 25-м у него мультиплиер, по-моему, 4-6 становится с талантом. Это самый большой мультиплиер в Доте. Больше, чем у Фантомики, на 0.1. Что касается Техиса? У него теперь статик трапа по Альт Инвиз. Все изменения. Все, больше ничего не плохо. Но это неплохо, на самом деле. Тебе что-то где-то взрывается, ты сидишь и думаешь, ага. Пытаешься вспомнить, где это ставил, где оно взорвалось. Теперь будет видно, кто взрывается. Опять же, у него прикольный суицид. 8 секунд, по-моему, Сайленс. Рубик против Техиса, друзья. Да Гримстрок тоже силен. Его, правда, чуть-чуть подрезали тем, что талант на плюс 2 тычки на сбитие духа сменили на плюс 1 тычку. Что его сильно ослабляет. То есть было как Феникс, вообще не снимаемая штука. Теперь стало проще. И, по-моему, приоритет сделали на нее или на Жуков Фивера. Вообще на что-то сделали приоритет выше. То есть тебе проще будет прокликать на эту вещь. Приоритет на атаку. Пангалера решает, что взять себе третьим пиком. Рубик, напомним, теперь просто взрывоопасная штука. В лейте, кстати, мы его так и не увидим, я полагаю, потому что игры пока заканчиваются очень рано. Хотя с Техисом может быть и попозже. Может быть. Но Техис такой герой, вот как уже говорилось в тот раз, он при правильной игре, при хорошей игре. Либо ты выигрываешь быстро, потому что он может в том числе пушить. Либо, если вы не выиграете, но у вас есть хороший кор, он позволяет затянуть игру до того момента, пока этот кор выформит. Поэтому, если на Пангалера не будут вести, то мы, может быть, увидим лейты. Интересно, будет ли у Винстрайков что-то горелое, потому что у Брюбика, да, будет ли... Нет, я имею в виду и у Пангалеров, и у Винстрайков, потому что Рубику легко стилить второй спелл. Такой рейв, все горят. Просто пятером все орут и горят. Надо взять первое, на самом деле, с рейш-таунтами обязательно. Кидаешь пиво, кидаешь пиво, поджигаешь, и начинаешь слэмиться там в десятером. Вы наруж пите. Нам нужна специальная музыка для этого. Почему они сделали музыку на падающей бараке? Непонятно. Но самый сок, это когда вы все в десятером, под конец этого действия подходит Ржан, он клэпом вас всех убивает и просто вечеринка окончена. Да, да, да. Батя ворвался в дом. Oracle на подсейв, соответственно, снятие дебафов. Неплохой герой. И против Гримстрока неплохой герой. Да пока непонятно, как все вяжется. Прикольные-то герои. Да, да, да. Но как играть этим? Но вот в инстраке я понимаю, вот этот скилл нажал, вот этот сильный скилл нажал, вот этот ауру дал скилл нажал, здорово работает. Как пока Нопангалеры будут драться вот этими тремя, я не совсем понимаю. Я думаю, что они не будут драться. Надо будет как-то выманивать. Они будут этот раздевать фантового ораклы, выманивать на него падких женщин вот этих вот из противоположной команды и взрывать. Ну, шпилка уже сочная. Уже по первым трём пикам. Я про то, что я видел несколько минеров в этом году, но в играх, которые ничего не решали. Да, да, да. Зачастую. У Вега-Сквадрона, я помню, на квалификации в Кантуру. Это не в счет, это не этот год, это прошлый год игровой. Ну да, да, да. Начиная с сентября давай. Я про то, что было пару раз, но вот формата, когда у тебя с группы никто не вылетает, ты уже взял первое место, ну почему не сыграть? Ты можешь себе позволить, там инвестиционно Пуджио бегал, всякое бывало. Но вот здесь эта игра вполне себе решает, и довольно многое. Да. У них, конечно, есть игра про запас, вроде как они могут себе позволить, но это интересно. Что-то очень серьезно задумались в инстрайке, использовали много дополнительного времени. Бристлбэк. Что по нему? Говорят, что он достаточно странный сейчас, Киперс. Ну, ты спросил. Ну, я спросил. Я даже не помню, что вы что-то меняли, если честно. Что-то меняли точно. Это, знаешь, последний герой, к которому я бы хотел приготовиться и помнить, что он делает. Некрофос. И сейчас буду думать насчет последнего бана в инстрайке. Так. Ристлбэк. Понижение брони с, соответственно, первого увеличено. С 3-ка стало больше. Да, да, да. Это все, что поменяли. Все, что поменяли. Значит, все правильно. Ну, не особо сильно, да. Не особо сильно измененный Ристлбэк. Это тоже интересно, потому что, опять же, появились новые артефакты. И, представляешь, да, вот он собирает Холилокет, собирает Тарасочку. У него это 0,75 множитель хила. Плюс его Готшрауд. Плюс Оракл. Плюс Напиво. И вот, 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 вот. Он уже в пятерых впитывает и не умирает. Проблема вся в том, что теперь, соответственно, бонус к регенерации дает тебе не первый скилл, а третий. Да, то есть Хардсопер Аура. А Хардсопер не любит раскачивать с самого начала. Придется, придется. Ну, то есть он начинает работать вот в оптимальном своем стиле чуть позже, например. Да, да, да. Немножко позже. Ну, или, опять же, будут качать 4-1-4, например, что-то такое. Ну, без Гаста, скорее всего, никто качать не будет. 4-1-4, да, 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 вот этот вот вариант. Я же так и предложил. Ты прав, ты прав. Морфлинг у нас с последним баном от винстрайков. Убирают Лины на Упангалера. Лина все еще так же хороша, как и раньше на медлине. Ну, ничего горящего не набрали. Да, ничего горящего. И Фантомка тоже не такой герой. А где горение? Возможно, Бласт у Минера? Может быть. Или, ну, какая-нибудь мина взрывает, возможно. Я не... Посмотри, у тебя есть список героев, которые взрывают. Пошел, пошел смотреть. Болгин и Парым. Это, конечно, сочно. Новый патч, это прям кайф в вопросе того, чтобы выяснять, что тоже взрывает Дранкин Хейс и Дранкин Броуэр. То есть там есть список героев, которые... Да, вижу. Драгон Найт, Джакиро Феникс, Акс Дум, Эмбер Спилит, Брюмастер, Лина, Огар, Бэтрайдер, Рейх Кинг, Клинкс, Инвокер, Варлок, Андерлорд и Хускар взрывают его второй, там нет чейфиса. Очевидно, это не взрывает. И получается, что они... Получается, не горят. Сегодня-сегодня не жаркая пати будет. Ну, винстрайки могут взять себе что-то на горение. Могут, Варлок. Поехали. Замечу, что Лина же горит, соответственно, Лину забанили. Да, и сейчас все еще ДК есть, например, да? Я, на самом деле, уверен, что берут-то не потому, что надо поджечь. А просто потому, что Брюм не такой плохой сейчас, как был раньше. То есть у него больше опции, по-моему, стало поприятнее. Квапа, кстати, что была очень слабой, что, в принципе, не то чтобы сильно изменили. У нее, если я не ошибаюсь, люди начинают теперь больше бежать куда-то. У нее вроде как отталкивает ультимат. Да, 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 я потом говорил, что... Но он не бежает, просто тракает. Это как бестмастеровская ультара. Да, да, да. То есть ты вот выдуваешь из себя воздух, наносишь этим самым урон и заодно двигаешь людей. Ну, походу, да, у нее добавили кариес немножко. Тем временем отправляемся мы, соответственно, в игру. Как тебе пики? Чей пик сильнее? Сложно сказать. Я болею за минерус всей душой и сердцем, но боюсь, что он не выиграет. Думаешь, что все эти винстрайки могут? Боюсь, боюсь. Ну, я не представляю, как они с ним играют. Если они умеют с ним играть, это безвариативная победа. Если они не умеют с ним играть или плохо играют, то это победа для винстрайков. То есть все будет зависеть от того, насколько они могут или не могут играть с минером. Хорошо, что стилит здесь Рубесу? Хорошо. Ну, помимо, понятно, демастера. Ты вот спрашиваешь, любой спелл. Ультимативные мины течятся. Лучший спелл. Сваровал, заминировал, взорвал, выиграл игру. То есть топ-1? Да. Я не уверен, ломаются ли они после того, как ты спелл отдаешь или нет. Но даже если нет, за то время, пока он у тебя есть, ты можешь успеть заставить какую-нибудь точку и реализовать их. Тебе не кажется, что Квопа, имея очень-очень плохие винрейты и пикрейты в предыдущих патчах, сейчас более актуально, если взять именно скорость игры? Потому что мы знаем, что сейчас 20-ка. Да не уверен, не уверен. То есть ты можешь взять ДК и не париться? Ну да. Так я о том и спрашиваю, потому что у тебя есть вроде луна. ДК с ней шикарно прессуются. Я допускаю, что это связано с тем, что у Азверга есть его любимые герои, на которых он хорош, на которых он играет. То есть даже VR-ка, например. Мало кто брал, но они ее брали и выигрывали. Почему бы нет? Я думаю, что он уверен в своей Квопе. Как минимум у него стеребленный тир в Доте. То есть он играл больше одного раза за последнее время в паблике. Поэтому я думаю, что они взяли не бездумно этого героя, а все-таки у них какой-то план был. Да. Ну посмотрим, посмотрим. Пока по пику я с тобой согласен. У Азверга и Компании он явно намного проще реализуем. То есть тут все понятно, да? Кто танкует, кто вносит дэмэдж, кто, соответственно, контролит, кто добавляет сайланса и так далее. В вопросе вот пангольеров. Здесь фантомка, которая на самом деле далека от того, чтобы быть отличным героем. Мы помним, что в предыдущем патче, при том, что Магнусу по кулдауну брали на мажоре, не брали фантомку. Хотя, казалось бы, обычно мы видим ее постоянно вместе. От нашего партнера париматч. 1.62 для Винстрайк. Победитель на карте и 2.20 на пангольеров. Опять же, видно, что люди не верят в Техиса. Ну, знаешь, тяжело предугадать. Тут двойное наложение. То есть у тебя мало того, что новый патч, команды редко друг с другом встречающиеся. То есть ты не можешь составить какую-то картину по их личным встречам. Так у тебя еще и Миньор подъехал. Так, ямич, ямич, он же шашлык. Пытается уйти, шашлыком его называть. Да ладно тебе, ну личный никнейм. Да, я согласен, но это все-таки... Теперь-то он решил, что он ямич. Он снова флай, подходит, телекинез, дропнул вниз. Точнее назад. Мог бы, в принципе, по-моему, вниз попробовать дропнуть. В конце концов, убивают у нас Сайлера. Для него мидгейм, точайверлигейм на мидлинии будет не самым приятно. Это чё? Это телепорт. Окей. Растянуло немного. А, он будет у нас начинать на сейф-линии, понятно. Ну да, так они взяли фантомку и отправили в мидл. Фантом, как тебе против клопы вообще стоят? Непонятно. Я очень слабо понимаю, как это реализовывать. То есть у тебя был герой, который стабильно проигрывал по эффективности Марфу, ТБ, ПЛ и куча других героев. В связи с тем, что очень мягкий герой, там, кстати, у нас убивают. На топе Сайлента потеряли. По всему миниор ворвался с ультимейта, и вот она полу-реализация, и полностью на Флай выживает. Да. Ну, тонкий, кстати, герой. Для техи стоит, где разгуляться. Что Рубик, что... Вообще беда будет, они так и будут подрывать его, вот уже еще один фраг подъезжает, Флайд таки вернулся за смертью своей, за быстрый ТП на базы. Чё-то как-то, конечно, это выглядит очень-очень страшно. Сейчас для винстрайков начинают они проигрывать топ-линию, на которой поставили свой триплоу. Опять же, не краш-то чувствует себя вообще всегда уверенно. Нет, триплоу-то не зря здесь стоят. То есть Миньору... Ему какая разница, во сколько людей верваться? Да. У него гигантский... Круг, да, втюфка в которого... И самое главное, дальность очень большая. То есть ты вот стоишь, думаешь... Нет, ну тут точно я все вижу. Звать, будет ли прыгать? Нет, не будет прыгать. Здесь какой-то контроль дополнительно неплохо было бы получить, чтобы вот точно на верочку. Если так будет делать, надо быть аккуратнее. Хотя, если его сейчас пробит до половины хп, он же тебе ровно по половину здоровья снимает с бласта. Возможно, он хочет суть икнуться как раз-таки по-быстрому. И получить ТП на базу, там может быть что-то поменять, изменить, куда-то уехать. Ну да, это как раньше-то наялись по те два быта. Да, и для этого нужно немножко хп свой снять, чтобы ворваться и не оставить на лоу хп, не отдать фраг, а именно в динаице. Поэтому надо простить, но вот у него как-то вот он тангус здесь подъел, что-то там подъел, и вот у тебя в итоге опять много здоровья, и он продолжает здесь стоять. Ну пока стояние веселое, если не кратчал, думаю, сейчас начнется момент драки, когда фтрелла у всех появится. Да, но саунд один ласхит, один динай. То есть у луны нет фарма от слова совсем, и скорее всего не прибавится в ближайшее время. Пошел до макпозайцу! Я хочу дальше бы, я мог бы попасть по флайу нормально. Ну ничего страшного. По поводу, тогда вернемся тут наконец-то, разрядилась обстановка немного на линии, по поводу фантомки, что она проигрывала всем кором, и изменение ее обилок, то, что вот ей там ввели, возможно, что чуть-чуть не смог соло уходить, не делает ее живучей, или больше урона на этого не стала наносить. Да, приятные изменения блинка, то, что теперь нет привязки к какому-то определенному таргету, то есть ты просто получаешь буст на скорость атаки, это здорово, но, опять же, я вот слабо представляю, как она здесь будет эту игру выигрывать, если, допустим, у тебя расфармится Bristol Back. Опять же, раньше механика сплэшила, атакова, что ты бьешь героя с малым количеством армора, и даешь сплэш героя с большим количеством армора на кучу урона, а теперь у каждого просчитывается своя статистика по армору, и поэтому еще хуже стал герой, как мне кажется, то есть не работает и механика, допустим, там, с тебя дагерами и бэфами. Да, да. Но бэф-то она здесь все равно собирать не будет, скорее всего. Ну, посмотрим, это все-таки мидер. Отличный, как слоу, от Ямича, просто сочный, совершенно прилетел, покрасил здесь художник. И, ну, нужно стоять дальше, я не знаю, тут такая супер активная дота, в которой мы привыкли смотреть эти триплы, и в старых-старых патчах. Надо мидер поставить, сзайцу и суицидиться еще раз, перезаряжать героя, то есть, в толку регениться, если ты можешь, вот, пошел задувка, можно было врываться. Так, подняли арокласс, Сема умерет точно, стопроцентно, здесь ничего больше не произойдет, я мечтать вкачал у нас не сайланс, естественно, третий. Так, Салер тоже сейчас может ответить. Он просто не ставит мины, он может делать запасы на будущее, то есть, он поставил, все, он тебя услышал. Я про то, что ты ставишь кучу мин, даже в том месте, где никто не ка не будет ходить, просто чтобы на 25-м взять талант и реализовать. Заяц просто подставился, сейчас он мог бы умирать, но безмолвия на луне не позволило дать. Бим, Сайленту, Бим пошел у нас по Сайлеру, Сайлер все-таки отлетит здесь, да, я меч, бывает его, пошел стан под Сему, Сема проседает, очень серьезно, все-таки он здесь погибнет, под фейтболтами и Бимами. Кайф, просто кайф, Сайленту, у которого ничего нет, полосфит там, да, 9 лосфитов, правда, против 9 у Некрофоса, так что здесь линия, в которой нету фарма, здесь есть только убийство, бесконечная борьба и размен по хп и мани. Что касается, пятой минуты, надо идти за рунами и посмотрим, как разменяются у нас здесь парни, потому что на боте я вижу, что Bristol Bag способен забрать обе. Да, он не заберет. Мастер никуда не отправляется, хотя бы что он чужой, не успевает, не успевает, не успевает. В это время Айсберг забирает еще у нас наива. Насколько я, кстати, вижу, Bristol взял себе бутылку. Bristol Bag с батлами это редкость в самом случае из-за того, что я видимо хочет линию давить, пушить, выигрывать ее у Бримастера. Опять же, то есть халяна подергена хп, подергена маны, стой, спамь, противнику тоже приходит какой-то реген брать. То есть у тебя же есть герой, например, какой-нибудь приходит ДК, у него там 17 хапаригена. Плюй в него, не плюй, он его зарегенит. А здесь нет такой ситуации, в которой Брюл много хапариген имеет. Он не собирает обычный доминатор, он не собирает, ну там, ничего не собирает, что дает ему хапариген. Что здесь делают, ставят? Ставь мины. Окей. То есть ты переворвешься когда-нибудь на клапинах и граунда, а там оп, две-три мины. Ты геришь и взрываешься. Неприятно. Silent, отойдет. Ну, кстати, да, как тебе изменение ночи и света? Вообще, что это меняет? Ну, не считая, опять же, котла с станет сталкером. Да, котла тут причем. Так, котла больше нет. котла больше нет с этой штукой, наверное, там. Я вообще, в принципе, видимо, нету стейлера. Когда-то было вроде как и 6 минут, поэтому, ну, изменили, изменили. Глобально вроде ни на что не влияет, только лишь... Мне кажется, стало удобнее считать в разы. по-моему, баунтируны. То есть, у тебя день баунти, ночь баунти, день баунти, ночь баунти, в этом плане, то есть, какие-то вот баунти проще забирать каким-то героям каким-то сложнее. Austin of Life подставился. До свидания. Суицид и халява. 151 килл. Не очень опытный, молодой. Ну, подожди, может, он просто давно до чаркана не имел с самого начала. До свидания. Bristol Back здесь просто при помощи Primal Split его роддербаннили 523 голды. Ну, здесь пропаган прибежал на хосте, сейчас должен будет Айсберг, хотя ТП Аут. задовочек пасту шел сверху хороший Sonic Wave от Айсберга. Правда, кулдаун пошел там 140 секунд, много. Центом боец побежал. Ну, до свидания. До свидания. Oracle. Какую-то... Серию убийств для Саунта. Грипов грипов бить не могу, 1-2. То есть сейчас 8-4, друзья, по счету. Супер замесы постоянно. Где-то с кем-то рубится. И мы возвращаемся к трипле на трипло, потому как, опять же, самая жаркая линия Саунта получает. Ну, сейчас стан, сало сверху, все это. Правда, успевает, успевает Саунта прожать между этими дизейблами свой гостш-шаут и все-таки не уходит. Не уходит. Не хватает здесь маньора, но он делает полезные дела на центральной линии тем, что вырывает стоит Сайленс, Клабабру тоже не может отбринкаться и ее смогли наказать. А вы оговорили, что будет облако грибочком. Господи, эти фразы от Техис. Просто призбан. Так. Ну и что? У нас тут получается то, что трипла сейчас овнет на топе. У ноу-пангалеров на боте Бристлбэк получает себе 47 лсхитов против 24-х. Итого у винстрайков очень и очень хорошо чувствуют себя первые три позиции по надворцу коры занимают. Соответственно, это Бристл 3200, 300 на аквапея, трешечка на луне. Естественно, фантомка проседает по этому поводу. Полетели за айсбергом, дэмэдж пошел, крит и есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же красиво все делает здесь Техис. Почему он здесь не нужен был наив? В любом случае убивал своего оппонента. Так он не попал в том-то и дело. Ну, он понял, что он не нужен. Просто пошел умер. Что бы и нет. В принципе, опять регенил себе хп, чтобы тпшка была. Не в кулдауне. Так, ну и что дальше надо делать винстрайком для того, чтобы продолжить получать преимущество, реализовывать его. Потому что фантомка начинает. Дальше стоять вдвоем в секьюрити луну, обязательно давать ей деньги. В целом, она по игре это может сделать здесь достаточно много, чтобы выиграть ее. На сильный герой, то есть ей плевать, а мы на грюмасте, на много кого. Опа, интересно. Нормально его подкинуло. Это было реально красиво. Это он делал таунт в этот момент, Возможно. Выглядело все равно прикольно. Да. Интересно. В общем, он увидел минус, реагировал, но не успел выбежать из ее зоны действия, зоны поражения. Вообще нужно, чтобы нам выдавали спецификацию на эти мины, чтобы понимать. Безопасная зона. Опасная зона и все прочее. Солер. Сала. Пошло. Туда же нужен стан. Дух избился. Нормально живет. Дальше есть гашаут. Есть 7 стиков. Его не взять. Фантом Ассасин уничтожает в центре вард. Какой кошмар. И тут коры начинают вообще доминировать. Он, кстати, неплохо сейчас поражал. Спасибо. Спасибо, да. Если войти в даггер. Будет ли нападение? Миньор нужно вырываться. Тогда давайте Сайленс. Ну, не знаю. У них может не хватить урона просто. Надо что-то пропирать на криты. Ну, вот есть врыв. Вот есть криты. Пойдут. Один крит. Но! Хватит. Хватит. Хватило. Ну, кстати, вот по такой игре возможно вот одна из тех игр, где стоит взять Миньору даже в 3. И больше урона и Сайленс на секунду продлит. Да, здесь героям очень-очень-то важно. Ну, ладно. Блибою, Столблакову плевать, но Квапея, Луне, Гримстроку, Рубику. Это все очень-очень хорошо заходит против них. 10-8. Балансная игра пока. Что у нас по разменам по урунам? Я так понимаю, да, мистереки забрали 2 и... 3. 3, да. 3. Одна для ноупенгальеров. Ну, играта. Ну, тут вообще невозможно его пробить физически, потому что в Нуночу уже четвертый уровень пассивки. Соответственно, спина бронированная, все с ним будет в порядке. В нынешней мете, опять же, Бристалбек, мне кажется, найдет себе новое место, потому что... Например, в легкой? Например, слово легкой. Не, я имею в виду скорее то, что игры быстрые, Бристалбек хорошие. Я не уверен, что Бристалбек зацепится. Слишком много героев, которые хорошо его убивают по игре сейчас. А где Арбуз? Представь, допустим, был бы не Бримастер, а Монки Кинг. Как он этого Бристалбека шлепает? Это правда. И такие герои, которые нормально с ним справляются, просто кушают его, их очень много. Весь против панды Бристалбек идеален. Ну, здесь так получилось, но опять же, то есть я не вижу реализации этих денег. Ну, потом он пойдет кому-то поможет, посмотрим, пока он на ФК, на ботом линии. Просканировали, там нашли двоих за вышкой, он уже подпушивает. Будут ли заходить? Все-таки опасная территория. Сема, кстати, проблемы по экспириенсу жесткие. Четвертый левел на 12-й минуте. Мы привыкли к тому, что саппорта имеют больше, но теперь динай дают голду, поэтому экспириенсы меньше. Экспириенсы на карте меньше, саппорты получают от этого больше печали. Чек предыдущим патчем. Сайлант. Пошла на него атака, не очень я уверен, но да, есть праймал сплит от Гостика, что? Лол. Но кинул, чтобы его задержать, но что-то не получилось, да, безмолвый ответ. Успеет разложиться, успевает. Оркл его засеивал отлично от урона магического, но и в итоге приходящий Бристалбек делает свой фраг вместе с Сайлантом. Но еще наив прилетел фантомка, доджет, соник, вейв от айсберга, Сайлор его скушал, но умирает, соответственно, некропос, зато Сайлант тоже отлетает. Теперь вопрос в том, сможет ли уйти отсюда наив, гостик, на лоу-хп, пытается отклепать прямо Аллосуна Флая по его рубероиду. Ну-ка, сейчас он айсберг еще может пояснить, надо будет кайтить обязательно, драться не в мире, не самая хорошая идея. И вот такой размен, неплохой, потому что очень много наивтов получился, все драки, самые главные экспы на воровал, ты посмотри, вот эти вот, по 600, по 700 на двоих они забрали. И для него это самое важное, потому что этот герой очень сильно зависит от второго или третьего ультимейта. Где 11, там 12, где 12, там уже 3 ультимейт и все. Бомбы фарминг. Причем чужие леса, соответственно, на стоп, там что? Я услышал блинк, я так понял, что это было все-таки от фантомки. И худа появляется в руках у Bristol Back'a. Дальше можно еще и пайпу зафармить на будущее для своих тиммейтов. Я думаю, даже нужно было бы. Здесь достаточно много всяких неприятностей, от которых можно было бы спасаться. Кстати, пока помню то, что я не озвучивал, это то, что минер крайне хорош по игре в плане давания вижена. Потому что ты знаешь ультимативную мину, обычную мину, любую мину, она дает вижен. И ты постоянно где-то проходы какие-то видишь, какие-то вот у тебя мины вот, например, сейчас на его отношении. Взорвалась, да, но она дала урон, дала инфу, что тут герой и так далее. Поэтому если у минера есть время, есть возможности, он умеет расставлять важные мины. Пока противник не законтроливал полностью всю карту, да, и у тебя есть возможности двигаться по ней вообще. Нет, сейчас хотя просто имены, да, то есть они их могут просто с собой там находить, как-то слышать. Но когда он стоит ультовые мины в таких местах, там, на речку, на горку, на подъем, тебе нужно сынряк, чтобы ее найти. Итого у пангалеров в этом вопросе будет серьезное преимущество. А если взять то, что они еще и расфармили наиво, D6-800, он занял сейчас первую строчку, то у пангалеров появляются самые главные именно его лвл 1, 12 есть, второй ультимейт, сейчас уже будет Дизоль, где 12, там 15, там уже плюс талант, а где много минус армора, там уже смерть, смерть, крест череп гроб. Влетает конь даггер, допустим, Рубика, и Рубик умирает. Влетает даггер, он купил 2-0-30 мана, у него грейшный стики и ПТ на силу. 1400. Для фантомки это на один удар. Не прямо сейчас, но в игре. Но единственная проблема это, конечно же, Некролит, потому что у Целлера нет денег. У него 3400, это не герой, который как луна сможет расфармиться супер быстро в лесу, там или еще где-то, потому что луна-то будет сноуболить, и рано или поздно мы увидим ее там с 5-6 слотами. Соответственно... Я ждал, что ты после фразы это не герой, пошел, пошел, но потерялся. У него вот это вот... Очень неудобно играть вот первые игры на ремастере, потому что у тебя вот нет еще чуткой привычки к тому, когда он уже быстро бежит, а когда уже медленно. А сейчас он вроде бежит быстро и думает, что все будет хорошо, но он замедлился под конец и не смог попасть. Дизоль готов, и вот я смотрю на фарм Куапы. А теперь готов поддержать в любой момент сейчас своих тиммейтов, прилететь на гостика и Сему Заслэйера и убить их просто-напросто при помощи SonicWave пошла ульта от Сайлента в Праймал Сплит в ответ, но здесь 100% Сему умирает, вариантов у него просто-напросто не существует. Ну он как-то ультимейт отдал просто зря. Тихийс тем временем заденайлся, окей. Он забрал приставбэка, а, он забрал приставбэк, окей, и ямищ, ямищ умирает от Праймал Сплита. Мало того, весь вопрос еще и в том, что сейчас Гостик может попытаться уйти, бьет айсберга. Айсберг стесняюсь спросить, но, по-моему, он не попал ультимейтом, там удалось заивейдить. Ты уверен? Ну, можно посмотреть по итогам боя. Ну и нажать на SonicWave. Нет-нет-нет, на героя и причины смерти, там, как так-то можно сделать. Ну, неважно. Главное, что убили. Отказалось сердце у панды. Он умер. Да-да-да. Говорится, почему он погиб, потому что он умер. Так и было. Тем временем наблюдаем за очень пассивным отыгрышем от пангалеров. Они пытаются сыграть на топе двумя героями из-за того, что у них, соответственно, Техис. Некролит не фармит. Точнее, Некролит занимается фармом, соответственно, он не участвует пока в драках. Так что тут примерно игра скорее 4 плюс 1, 2 плюс 1, точнее, 2 плюс 3 и вот это вот все. И винстрайки могут сейчас собраться просто в здоровый 5-мен датан и зайти просто-напросто в Рошпит, например, куда-нибудь или, не знаю, куда-нибудь еще. На мидл сейчас будет у нас обращено внимание. Там заход от Олвису на Плайо подпушил линию. Очень, конечно, кайфово в игре сроком играть в вопросе именно дальности Гвелла. То есть ты можешь фармить крипов очень-очень далеко не подставляя свое лицо. Это дает возможность. Флай, ты он зря так. Да-да-да. Ну, не видно, что неопытный. Как же красиво эта анимация, особенно, когда палка ему по башке бьет сверху. Например, какие-то, знаешь, диснеевские мультики. Ну да. Не, про то, что ты играешь против минера, зная, как у него левел, ты должен подразумевать, что он не будет больше ставить простые мины без подкрепа статика. Раньше реагирование статика такое, что эта мина взрывается и задевает тебя. То есть, если они стоят друг в друге, ты как бы свежи земли в рутах, теперь еще и НВ с палец дополнительный, и вот. Зайц просто не хочет выходить отсюда. По нему, кстати, пингуют. Его же даже просканировали там, понимаешь? А, то есть, все знают все, но не могут его убить, тем временем все-таки умирает панда. Была у него. Кстати, они, по-моему, нажали смог слишком рано, еще вижен оставался и спалить должны были это дело. Ну так и так все понимают, что они там находятся, но град, это еще наив не должен поставляться. Отходит в леса, тут рядом курица. Три в рейпанда. Да, да, что-то сейчас федрак собирает. Тебе в качей хороши, что ты можешь собрать банды, которые сильные. Даже несмотря на нерв в последнем патче, но он буквально одиничку там понервный. 8 или 7 скорости атаки, то есть собрал 30 или не 24, а 21 скажешь таки. О боже. Такой си нерв. Наив в лед на Сайлента. Нету там, кстати, у Сайлента ульты. Пошел Солубайт. Неплохо. Дэмэдж сверху, но пока не проходит. Есть ультимативка от Семны Слэйер, но мне кажется, что наива не хватит хп. Он критует полностью на флайер в самом конце, оставляя ему совсем-совсем немного жизни, но тот все-таки выживает, хотя разменяться могли бы хотя бы один на один. Это в любом случае была потеря кора на саппорта. Гостик влетает, хочет здесь разультиться, но не может. Слишком много дизейблов. Все-таки у него получается нажать праймал сплит. Заяц, отличный суицид. Сверху полуне прилетает. Нереальное количество дамаги сверху коса по Бристалбеку. Умирает точно так же еще и Нунград о потере двух коров за праймал сплит и косу. И самое главное, что это плюс по деньгам для Сейлора, который очень серьезно приседает по надворцу. Ну, сейчас умрет, Сема. Умирает еще его, да, Сема. Не ждал Арчиды, я думаю. Ну, и может быть, не то, что не ждал, не ждал, что здесь его видят. Теперь должны получить эту информацию, должны пойти потом будет подивардить. Так, Абрюмастер у нас, судя по всему, будет таким демидж-диллером штатным команды, помимо фантомчиков. Кстати, вроде Родианс смотрится на нем очень сочно в этой игре. Да даже не только в этой игре. В принципе, в любой, да. Ну, просто Родианс смотрится хорошо. Так, на том ворде вроде как спалили героя. Ну, кстати, хорошо играет наив. Ну, он изучал где-то новую. Нет, ну, он увидел, что у него спал и вот этот вот эффект пассивки, поэтому среагировал, нажал, не подстанялся сразу. Вообще, молодец. Но он фэр, то есть Сема точно умрет, у него нет ультимативки, поэтому он, соответственно, не сможет ее на себя повесить, спастись от атаки. Айсберга тут начинается, и, соответственно, получает какие-то киллы. 8600 у него имеется. Так, слушай, я просмотрел, а Фантом на 15 взяла арморка рапшн или клип? Покажите нам Фантомку, пожалуйста, ее. Арморка рапшн. Так, и драка начинается. Опять сайланс. Праймал сплита нет, праймал сплита нет, и, возможно, не стоило сюда влетать. Сейчас Фантом ланстер, это еще Фантомке. Заяц пошел, от него суицид. Очень много безмолвия было повешено, но при этом всем есть шрайн. Можно похилиться. Неплохо. Но и все-таки ушел из-под этой атаки. Гош Раут прожимает, Некролит, и Некролиту больше нечем спасаться, его никто не может помочь. Он умирает. Совершенно безумная драка от Нового Пангалера в вопросе того, что они потеряли сначала Панду, и, возможно, что не стоило дальше драться. Они зря дерутся без Оракла. Он может снимать вот эти вот дизейбл сайлансы и давать ультить своим героям. Но праймал сплита все равно не было, да? Он в фулдауне. Не, но мог бы кинуть миссы, мог бы кинуть, дать клэп, мог бы там дать плюс-мувспид. В общем, я бы были варианты, где он мог быть более полезен, чем то, что получилось сейчас. А самое главное, что он мог там не драться. Все еще. Ну, суперагрессивная дота, конечно. 20-ая минута, 21-17. 4 тысячи перефармов для винстрайк. И пока мы видим то, что игра практически повторяется за предыдущие, да? Ранее превосходство от винстрайка имеется. При этом всем единственное, наверное, отличие серьезное, это то, что у Селера все еще нет денег, у него 6 тысяч на творца на 21-ой минуте. Это крайне мало по сравнению с его оппонентами. Так что, ну, тут можно сказать, что панголеры все еще имеют такой же вариант для камбэка. Все еще очень много крутых тимфайтов. Вышки стоят, игра на месте, как говорится, игра далеко от завершения, опять же. С Фатомук-то шутки плохи. Ты вот, вроде бы все хорошо, а потом летаешь, а ты погибаешь. Тут всегда есть вот эта вот опция, которые отсутствуют из Сарайков. У них нет такого героя ваншот. Как тебе, кстати, локит на флопе первым артом. Нормально, пока работает. Нет, ну это понятно. Кстати, я допускаю, что только, что они заюзали смог опять. И на мини, и еще и на вардах. Состоянный линстрайков видно. Да, да, да. И это не работают с этим. И самое главное, что вот опять то, что было в первой игре, то, что ушло во вторую игру, у них вот этот вот сейчас смог был. Чего ради? Допустим, они даже кого-то убьют. То есть нет где-то под пушек, какого-то стягивания команды, забирание вышки. Вот они пришли, нажали смок. Давай с кого-нибудь убьем. Вот это, скорее всего, фраза прозвучала. Но так в доте не все работает, не все получается. Стоянер делает тап-аут. Здесь, скорее всего, он по сливу все сделает, да. Что касается, кстати, фантомки, спасибо, что играет не как Скиттер. Взял себе БКБ вторым артефактом после Дизоля. Напомню, вчера у нас были матчи в рамках Мегафон Чемпион Слиг, и там Скиттер собирался с Инженершем вторым артом, но мы его просто-напросто закончили игру там на этом моменте, парни. Кто там против них играл? А, из Павада. Павада, да. Павада. Ну и Ф-Костик заходит прямо на Рошана, вообще ничего не бояться, понимая то, что противник сейчас сплит-пушит ботом, им даже не сплит-пушит, а просто пушит ботом. Уже поднимает Д3, да. Да, и, ну, я не знаю, размен неплохой вроде как. Ты можешь, конечно, потерять потом еще и свои шрайны, в том случае, все, даже 3-3. Это они не дадут, я думаю, там даже не особо сильные вробили. Аегис и Фантомки. У Наива, БКБ и Аегис. Это центрально образующие сейчас артефакты для того, чтобы хорошо этим файтиться. Не надо просто первым врываться. На самом деле, вот у него герои подходящие для того, чтобы просто пробовать вибрации и убить луну. Вот драк начинается с того, что, допустим, вырывается и съедает ее. Если это все усучится, если все получится, то дальше для них драка будет уже очень простой. Гостик, сколько им осталось? 1800 или около того. Да, где-то так. Ну, один удачный этим файт. В том случае, если сейчас разменяет Аегис, Ну, либо просто фармить, опять же, противник, но не особо торопится. Коэффициенты, кстати, стали получше. Вера в менюры появилась. В смысле, так не, они были... В прошлый был 4-0. Ну, да, да. Ну, и о том, что... Примерно в это же время. Окей, окей. Да. Минер все еще не раскрыл свой потенциал. Повелся. Не угадал. Саунд мантер здесь. Жаль, жаль. Он мог бы убить настоящего. Ну, Саунд, опять же, он опытный дотер, не первый день, говорит, играет. Вот тут еще один опытный дотер, опять же. Тоже не первый день играет. Супер старый киберспортсмен. Умер. Заяц. Попытка динайя, но не получилось. Саунд забирает стрик из пяти убийств. Еще и минус по религии он поставил. Тоже можно прийти сломать. Нужно будет. На самом деле, вот в такой игре вот хочется купить гем, но покупая гем с хорошей вероятностью ты его отдаешь. А если ты отдаешь гем, то второй ты уже не купишь. А вот это вот проблема. Потому что раньше, когда не было кулдауна на гем, ты мог купить один, купить второй, купить третий. С минером было сильно проще играть против, точнее, его. Ну, убили. Подарить все, что у них есть. Да, ты просто купил новый. И тебе ок. Ну, игра-то спалился. Сейчас один гем летит, это вот один раз до конца. Ну, в основном на присталбеке скорее всего все нормально будет. Да, его сложно убивать, если грамотно отмансует, если где-то отсаппортит. Подсейвет, все будет окей. Гвоздик. Напомним, что у вас безблинкова и панга, точнее панда, потому что, опять же, сейчас стало даже немножко профитней. Ты можешь просто на пассиве вбежать вместе с еще и с пайзами, да, это работает очень хорошо. Можно без блинка играть. Я допускаю, что был крит. Судя по тому, как быстро уехал флай. Да, даже звук был крита, на самом деле. Ямич! Bashar Pro. А, да, да. Ну, БКБ не прижимает у нас фантомчик, потому что, опять же. Точнее, ничего у него нет не тратит. Нет резона этой выйдите. Sonic Wave нормально влетает по троим героям. В конце концов, Blink Out от айсберга. Soulbind. Неприятно, но бежать все еще можно. Ямич! T-Pout. И нечем его сбить. Очень неприятно, потому что, я думаю, не знаю, как-то по механике, но я думаю, что они могут линкануться. Да, она не может линкануться. Это ж лишь. Вроде нельзя. Там, тем временем, кстати, убьют сейчас с Bristleback'а. Что с Bristleback'ом? T-Pout. Сбивают. Башин, все там, все. Пробой. Ну, уночь непонятно куда пошел. Совершенно непонятно куда. Ну, посидит, подумает над тем, куда пошел. Время тебе лет. Потерялся. Задумался. Замечтался. Бывает. Случается. 8000 перефарма для винстрайков. Опять же, луна, как всегда, у нас находится в топовых нетворствах. Очень хорошо она сноуболит. 15000 у нее. Что у нее по артефактам там? Покажите, пожалуйста. БКБ сейчас будет после манты, Момо и Драгонлэнса. Очень сочный Сайлент. Без тпхи, правда, бегает. И вот она, БКБ, готовая для Сайлента. Что дальше он будет собирать, как под вами? Я не знаю, бабочку какую-нибудь. Вообще хочется вот в такой ситуации всегда Мом разобрать бабочку плюс Сатаник. Опять, что Сатаник сейчас еще дает из статуса резистанса, это вообще один из очень крутых артефактов теперь. Вам 30% он дает. И учитывая, как была изменена дота, какие были скиллы добавлены, очень много можно разных теперь найти способов этот статус резистанс получить. И играл как-то против Минайта. Это просто невозможно. Из героя все абсолютно способности спадают за секунду. Салер. Ну тут он явно не встрял, все с ним будет в порядке. Тем временем на топе. Почти. Ух, где ж критуля-то? Где ж критуля? Ну, когда-нибудь она вылетит. Когда-нибудь она вылетит. Это вот опять же звоночек. То есть вы вроде бы играете. Салатыки это появляется, вроде бы все хорошо. Но время неумолимо идет вперед. Фантомка неумолимо формит и когда-нибудь она кританет. Вот именно в этот момент, когда тебе вот меньше всего это будет нужно. Чтобы в тебя влетел крит. Что касается Квапы, она правильно все сделала, собрала шиву. Важно, что здесь есть. Опять же, учитывая какой талант взяла фантомка на своих там минус один сейчас вешает. Вроде подняли минус один лишний на изольф патче. Вроде. Мои любимые фразы сегодня. Вроде, потому что я патчет, конечно, читал. Я бы даже слишком много инфы и некоторые инфы теряются. Можно сказать, что даже заучим какие-то вещи, да, но... Как стихотворение Пушкина? С ним проще было. С проще было? Кстати, что у нас там? Салар откачет. Гримстрока. Хороший артефакт. Дает тебе очень много. Особенно для Луны, если взять то, что для нее скорость атаки это вообще центральная образующая вещь. Ну, куда герог? Оп! Тройной взяла, судя по всему. Покажите нам. Тройной, тройной. Не веришь мне? Я тебе верю. А вот и приехали вместе просто с бомбалейлов. Не, у него есть... А, у него нету Егист, он закончился. Но есть БКБ. Прожимает на их БКБ, уходит вместе с Тейлором. Нунграта. В погоне. Пошел дамаг. Гост шраут. Надо прожимать. Под хил пошел. Нормально, в принципе, откидосы. Сейлора под сейф. От Сема, за слэрос. Кстати, Олсенов Флай сасилировался за ульту. От Оракла. И Фолз Промис у него будет в руках сейчас. Ну, очень много потратили. Не понятно. На что в итоге? Ну, на Сейлора. Убили. Убили нормально. Не очень выгодно звучит. А где здесь... Опа. Где здесь... Панда уже поднимает вовсю всех. Ямич получает Фолз Промис от Олсенов Флайа. Сема. Здесь вообще непонятно, что растянулся в тимфайт. Кто же все-таки умрет? Гостик. С радиансом. Пошли добили Олсенов Флайа. Добить нонграту. Надо быть стопроцентно. И в конце концов Сайлант тоже встревает. Суицит от Зайца. До свидания. Минус три. Наив получает триплкил. Это то, о чем ты говорил, Митей? Когда-нибудь это случится. Это случилось очень быстро. Вопрос в другом. Другой не видишь, опять же, они молодцы. Они играют с Миньером, как должны играть. То есть ты ставишь где-то мины и держишься в тех местах, где у тебя уже вот есть эта вот заначка. От минус одного просто подрались. Причем, опять же, вопрос. Если вы идете дальше атаковать, то в чем... Почему бы не выкупиться айсбергу? У меня нет ответа на этот вопрос. Окей, хорошо. Потому. Потому. Причем, вроде, опять же, хороший артефакт собирают. Куча арморовых там появилась. Появилась Алибарда у Бристалбека, например. То есть тоже могут они с манукой что-то сделать. Но вот надо ее цепануть, надо ее как-то начать бить. А там и ультуракла, и брюмастер, и вот этот мастер по развлечениям. И заезжает в свои миссии. То есть все вот это вот прокает и не хватает. Здесь очень обидно то, что Устана Флай потратил состиленный фолз-промисс на Емеща, да, на свою четверку. Было бы неплохо сохранить там. Да, на Бреста, на Луну, на все что угодно. Лишь бы только подсейвить, чтобы внести дэмэдж какой-то ответный и пангалеры потеряли хотя бы что-нибудь в этом моменте. Но так-то Устана Флай хорошо сыграл с точки зрения стила, с точки зрения использования не повезло. Но тут позиционка еще сложная была. Крайний файт растянулся и для тех героев, которые не имеют каких-либо артефактов или скиллов на то, чтобы менять свою позиционку быстро или иметь жесткий мувспид, соответственно, им сложно здесь действовать. На панде появляется у нас блинг. Потратим много мин. Непонятно зачем на Бристлбека. Не тот герой, которого легко взорвать. Сайланд. Уходит поглубже. Здесь всякие тихие... Ну все, заняли чужой хэган. И теперь ты просто сюда не можешь найти. Пошла коса на камень. В конце концов, ну он останется в живых. Наив его добивает, но при этом всем ему пришлось прожать БКБ еще и блинкануться не очень удобно здесь. Какие мясы? Какие мясы? Надо бежать. Надо блинкаться. Есть полз промис. Прямо по наиву. Ульта от Сайланд. Это стирает с лица земли в конце концов фантомку. И Праймал Сплит. Надо хоть кого-то зацепить здесь. В принципе, скорее всего, Праймал Сплит ничего здесь не даст. Айсберг добивает одного из спиритов. Остается только каменный. На нем как раз-таки и появится панда. Блинкаут сделает бы хоть как-то. Нет, он все-таки разбирается еще до окончания Праймал Сплита. Его добивает Олсона Флай. Остается здесь в живых. Не очень удачный файт. Это как минимум для ноу-пангалеров. Они теряют двух хоров. Зато Нонград выкупился. Это из позитива. Для ноу-пангалеров. Ноу-пангалеров здесь слишком много позитива по итогам последних драк. Все драки уже проходят на вражеской половине. Либо затягиваются в кучу мин на свою. Заяц. Но он его не взорвет. О-о-о-о-о. Какой разрыв лица. Я видел, что он их ставит много, но что настолько много. Не, ну это еще и лицом. Я так понимаю, было принято. Да-да-да. То есть тут чисто. Не меньше чем лицо ниже, потому что я видел, что он ставит мины. О-о-о-о-о-о-о. Саяц! Он просто творит здесь. Какая жесть. И за малым, скажем так, не попал луна в это ооя. Если бы попала, то я бы так и лежал там. Тут вопрос именно в том, что такие киллы, они суперсильно демотивируют тебя дальше катать. Да, потому что одно дело это в честном сражении. Ну где-то что-то не нажал. Ну где-то что-то куда-то загулял. А здесь просто да, просто себе в лицо влетает. Сэр заславил рейдж. Видишь, побежал куда-то один. Да, понимаешь, что все герои мертвые. Вроде как его сейчас не накажут. Но реализовать такой выход он точно не сможет. Ну что ж, Пангальера должны будут дальше реализовывать свое преимущество. МКБ-шного наива. Скалбашер, МКБ, Линку дальше будет собирать у нас наив. Ничего не дорабатывает. То есть он мог бы в принципе выйти в Эбисол сразу же. Но он решил, что стоит сейчас выйти именно в защитный артефакт, который будет давать ему больше по выживаемости. Костик. БКБ следующим артом от него. Опять же, да, Костик будет носить очень много дамаги уже впоследствии, даже после Праймал Сплита. И в любом случае именно использовать его он точно будет. Теперь уже. Ну и, соответственно, Цейлер. Что у нас, кстати, у Некрофоса? Покажите нам, пожалуйста. Потому что у него на протяжении всей игры все было грустно. Ну, я первый собрал уже, собрал лично. Юл доделать успел, да. И вот сейчас Солар будет делать, да. Доделывать точнее. Ну, неплохо. В принципе, неплохо. Получается такой саппортивный Некрофос, который на самом деле изначально был напомнен на Сейфлинии. Триплой. Но его Триплу разбомбило. И в конце концов Цейлер стал саппортом. Да, получать вторую жизнь, можно так сказать. Вроде как он забрал Сыра, Айкис появился для Наива. ГП ямно добирает себе Оракл. Ну, я не представляю. Вот опять же, ты должен как-то выйти из своей базы. Но везде могут быть мины. А если Аганим появится, то есть ты не можешь их еще и спалить, там ставится табличка в лес, ты ее не видишь и не видишь мин, идешь, насквыряешься, не думаешь, что тебе что-то может увидеть, и вот вы уже все минусы. Ну, Зайф явно здесь Корр. Теперь место как раз-таки Некролита. Да, у него уже есть Аганим. Все, до свидания. Ох! Ох, это крепко будет. Мне кажется, эта игра тебе уже очень должна сильно понравиться. Да, я уже записываю, как говорится, айдишник, чтобы потом в доме сидеть и смотреть ее. Вечерами все показывают. Мама приедет, обязательно и покажу. Такие игры, это история доты. Они должны быть, потому что каждое появление минера в официальных матчах и тем более его победа, она будет заставлять других думать, а может быть, этот герой не так плохо. И иногда он будет появляться чаще. И чем еще будет появляться, тем лучше будет дота. Мы помним, что случилось с АЮАем, когда он сказал пацаны до Инда, сказал пацаны уберите Техиса, это невозможный герой, а потом начал по КД пикать на Инте и все начали его просто побанить. И он доказал, что Техис реально страшный герой в том патче был. Кроме этого, мы помним великолепные карты, конечно же, от Винксов, когда они брали минера два раза на Инте. Так. Ну и здесь момент от Ноупангалера. Они попытаются циницировать, причем на чужой хайграунд. Давид, просто душу своего оппонента. Так. Так, Гостик, блинкаут, Клэп, перед Праймал Спритом НС бы не одобрил, конечно, но с другой стороны. Все, поражал и глимер получил. А где подъем? Надо подъем, надо цеплять. Почему не цепляют героев без БКБ? Почему не цепляют героев без БКБ? Нужно бить Луну. И за ней бежали. Хорошо, бежали, подняли, после окончания БКБ туда же кирпич, наив, в лед, но нет, нормально поддул панд. Ну окей, что ж, что он поддул панд. Ну прикольно выглядит. Хорошо. Я просто не знаю, зачем запускать такой кулдаун. Они просто ладошками вот так вот помахали. Знаешь, как у Энигмы таунт. Да, 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 да. Радуется жизни, так и там. Ну и Саигис там все еще наив. Пытаются пангольеры как-то зайти на рампу, наверное, я не знаю. С Техисом это сложно делать. Особенно сейчас еще и без ульта панды. Да, продолжает здесь расставлять. У него БКБ следующим артефактом будет. В самом случае, он его планирует. Смог от наивой компании. Опять же, тут очень-очень важно грамотно позиционироваться винстрайком. Не подставить никого. Опять же, подставить Бристалл можно. Бристаллбэк не настолько легко убиваемая дичь. Скати, кстати, следующим артефактом у нас будет появляться у Луны. У нее уже есть МКБ, чтобы попадать по наиву полноценно. И я так понимаю, кстати, что Луна задоджила пока бабочку, потому что увидела, что МКБшка уже появилась у Наива. Овесу на флай! Овесу на флай! Крайне больно. В конце концов, его просто добивает Перефайн Флаймс. Сема забирает ласт хит. Заход на ХГ. Остановка бомб прямо туда от Зайца. Стоит он сзади для того, чтобы в любой момент поражать суицид. Он мину должен стоять. Он поставил табличку, то есть ты не можешь их сломать, их никак не видишь. И чем дольше они здесь стоят, тем больше там будет мины, тем сложнее будет от Панды. Праймал сплит под Клэп. Пошел дамаг у нас над Ямича. Но все-таки здесь просто в зоне сейчас. Да гирал Фантом как-то посильнее, чем у Клопы. Сейчас залетели. Это факт. Ну, в конце концов, у нас Панда отойдет. Вроде задефались. Сейчас несли Пандачки. Несутся на мины. Это плохая идея. Почти потеряли Ямича. Но это было близко на самом-то деле. Опасно. У Костика заканчивалась последняя Панда, напомню. Слушай, тут опять же рандом не на стороне пока что на Пангалеров. Но вот если ты дал 9 дегеров и ни один крит не вылетел, то сейчас это случится. Да, да. Так работает дота. Поэтому зря они ушли. Могли попробовать все-таки нарандомить. Настрелять. 4000 перефарм пока у Ном Пангалеров. При этом все мои гисы все еще имеется у Наива. Соответственно, сыр у Некропоса. До свидания, Рубес. Always one of life отправляется в Старство Мертвых при помощи бомбок. Ну, это бомб has been defused by your support. Что тут сделаешь? Еще заход на айсберга. Тут на Клиффе. Как же просто жесткого разрывает лицо. Ну, ночь попытается отсюда уйти. Заяц вместе с Наивом. Но это до свидания. Это просто следос. Коса сверху. До свидания, Бристлбэк. Судя по всему, мы увидим 2-0 в исполнении Ноу Пангалер в первом матче Мегафон. Винтерклэш. То есть 120 секунд без этого парня вообще никак не за дефт. Потому что нужен первый герой, который будет идти и танчик, чтобы она могла бить спокойно. Теперь она будет первым номером и здесь ее не простят, если она подойдет. Инсовый траж, ты думаешь, что ты диффузируешь бомбу, а бомба диффузит тебя на самом деле. В это время, да? Потому что Мегафон залетел просто на Клифф. Он залетел на Клифф, его просто разбомбили там при помощи суициду и в лету с Фантомом Ассасин с критами. Какая жесть. При этом всем закончился Игус, кстати, у Наива, но это ничего не мешает. Это минус второй барак, да? Это миличный барак, это крайне важно. Гостик прожимает БКБ, есть ультимативная способность у Гостика, но он продолжает просто бить по айсбергу в лицо. Праймал сприт, крит полностью на флайо. Тем временем заход еще и на Сайлот, а тот пытается уйти, но Луна, походу, никуда не отправится, кроме как собственную таверну, но нет, она успевает добраться Это опять же минус барак, минус флай, я не знаю, с какого у него счет? Сколько раз он умер за эту игру? Может быть ему и андис какой-нибудь, хотя не сильно поможет, там все равно кулдаун будет большой тебе. 2-13. А вот у Робероида, кстати, да, вот он гостептер. Не задалось у него немного в этой игре. Да, но Пангалер близки ко второй победе здесь и, соответственно, выбьет в сетку озеров винстрайков. Напомню, что они не прекратят у нас участие в данных квалификациях, потому как у винстрайков еще будет второй шанс в сетке лозеров. Напомню, что это команда, которая сказала, что она не будет особо напрягаться до нового патча, но вот сейчас новый патч, и время напрягаться пока не получается, но Пангалеры подготовили... Да, вот что они подготовили, друзья. Это боль, это боль. Мне кажется, что флайер будут вьетнамские флешбеки после этой игры. Это точно. Идешь, и все взрывается, везде взрывается. Опять же, у них какой-то уже рейдж, потеряли себя, потратил ультимейт, просто чтобы попытаться бить миньера, и даже это не удалось. Вот та самая игра, где ты делаешь все вроде правильно, но везде не везет, везде не хватает, везде где-то тебя переигрывает. Она очень сильно бьет по морали. Эту запись никому не покажут из пабличных моих друзей, потому что я не хочу себе Техису в каждой игре. В смысле? В прямом. Я не хочу ее. Если сейчас начнут выигрывать... Я и так играю на нем. Ты играешь со мной иногда. Это да. Но, слава богу, что с тобой я редко играл с Техису. Надеюсь, что это не надо. Пожалуйста. Серьезно, паблик это разрушит. Паблик разрушит салат, если на панголеров посмотрят. О, Зайц может, я тоже могу. И понеслайз. Там и так есть уже куча хороших миров. Да, но я имею в виду, не во всех пабликах они хотя бы есть. Во всех пабликах пока вот эти все штормы были. Ну, давай так, в паблике все равно народ в целом хочет выигрывать, чем не выигрывать. И если на мере не умеешь, ты проиграешь. Поэтому вероятность появления... Вум от Зайца, посмотри, я домой просто пошел. Но у него 25, он же взялся, я плюс дэмэдж. Тут реально сносит лифта. 131 плюс 280, друзья. Ну, 25-й луны, взяла вампиризм. Это ей не поможет. Я вообще ничего не поможет. Боюсь, что тоже. После БКБ она умирает за сотую секунду ее просто фокусит. Здесь, я думаю, даже за БКБ было бы желание могли бы ворваться и просто убить. Так, заход наив, БКБ. Гостик продолжает просто бить по Нонграде, но опять же, у Нонграде все в порядке. У него спинка непробиваемая. Праймал сплит от Гостик. Он максимально просто зонирует своих оппонентов для того, чтобы дать спокойно наивую компанию разбираться с бараками. Бараки отлетают очень-очень быстро. Зайца, напоминаю, дэмочи очень много. Табличка может быть в кулдаун, я не знаю, я не вижу, чтобы он делал закладку. Сайланд, прожимает БКБ на развороте. Попытка забрать здесь, кстати, Панду. Панда! Этот-то он убил, но там есть еще одна. Там еще вторая. Окей, минус Сайланд. БКБ. Зачем Байбэк сразу же мгновенный прижимается. Сайланд там попробует Луна войти снова в этот тимфайт. Гостик под сейв есть от Фоллспромета. Айсберг сдувает сверху. Соник Вейв совершенно неэффективен. Айсберг отправляется в таверну. Он 115 секунд без Байбэка. Пошел дамаг. Сайланд тут пытается убежать на собственную базу у него это не получается. Все-таки, но главное то, что все равно Бараки будут уничтожены. Каса в Нонграду. ГГ пишет Айсберг. Это 2-0 от Ноупенгалера. Они продолжают свое путешествие по сетке венеров в рамках Мегафон Винтерклай. Шикарно. Заяцу спасибо за эту игру. Реально, мне понравилось. Мне понравилось очень. Это прям кайф. Да и Рубик Кошли был хороший. Вот ты спрашивал. Да. Что я думал по его Рубику? Я не сказал. Я сказал, что не помню ничего хорошего или плохого. Про миньера я теперь только хорошие буду говорить. Ты видел сам. Это лучшая игра на свете. Да, именно так. Ну а мы, друзья, с вами прощаемся. Дальше матчи будут для вас комментировать Майл вместе со Смайлом. А мы отправляемся на отдых. Всем по кусике. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok